Дневник рыболова Дневник рыболова Дневник рыболова Вы знаете, что мы запускали в малявник рыбу И одну партию мы запускали в основной водоем Интересно Не знаю как звук будет, ветер капец Интересно нам узнать Как она выросла в малявнике Это будет в следующих сериях Мы будем его спускать И рыбку оттуда доставать И сейчас я взял В прошлой серии Я у вас спрашивал Какими снастями порыбачить В основном это флет фидер и кормак Прям на уровне Но я решил взять две палки Я не брал кормаки Взял два фидера Просто мы на один наденем флет кормушку А на второй мы наденем кормаковский Монтаж какая разница То есть какая палка Главное, что там у рыбки будет на столе лежать Вот Все по-быстому Сейчас сделаем При кормке у меня уже остатки пооставались Замешаем То есть будет и рыбалочка Специально будет у меня карман Катышки мелкие Крючочки маленькие Потому что уже холодно Активности рыбы нет С гузырей рыба поуходила Потом в течение серии Мы пройдем с эхолотом по гузырям Я вам покажу, куда уже рыба сходится То есть рыба уже идет как бы на глубину Где она обычно ночует Ладно, суть не в том Посидим часика 2 Ну может часика 3 Посмотрим, что у нас будет клевать И будет ли она вообще уже клевать Вот И будем статистику ввести То есть взвешивать каждую рыбу Пока мы соберем в садок Если она будет клевать А потом каждую рыбу взвесим Я взял журнал Позаписываем Мы выведем средний вес рыбы То есть малек был у нас 25-30 грамм Теперь посмотрим за 5 месяцев Сколько рыба набрала в весе В основном в водоеме То есть практически мы в основном в водоеме Кормили рыбу Мы где-то в районе 9 тонн корма высыпали Вот за лето Ну и плюс местный корм То есть чем рыба питается Вот, вот так И еще, ребят Хочу к вам обратиться По одной такой вот деликатной просьбе В общем, обратились родственники одного парня Зовут его Артур Вот У парня серьезные проблемы со здоровьем То есть Каждый день ему делают диализ Там проблемы серьезные с почками Цена вопроса жизни Представляете, 90 тысяч евро То есть, ну это просто неподъемные деньги Если есть такая возможность, ребят Давайте поможем парню Я контакт оставлю на его родственников Внизу ссылки в описании Чтобы вы напрямую могли связаться У родителей уже просто нет ни денег, ни возможностей Если есть возможность Если хотя бы один из нас что-то отправит Хоть одну копеечку какую-то Уже значит этот выпуск прошел не зря И мы человеку поможем И дадим шанс на жизнь Потому что человек еще жизни не видел А мы же все-таки братство рыбацкое, ребят Давайте поможем И как бы такая вот ситуация Не совсем хорошая сложилась Видите, как у нас складывается У нас деньги тратятся Государство непонятно куда То есть, больше на оружие На все, что убивает людей А на здоровье как бы не совсем Поэтому нам приходится Сплачиваться в команду Сегодня поможем ему Кто-то поможет потом нам Давайте будем командовать Все ссылки я оставлю в описании Давайте парню поможем Вот так вот Ну а я буду сейчас собирать с Настей И начнем рыбалку Что у нас этого получится Вы все увидите, ребят Все, поехали Так, ну рыбачить будем Там везде ветер Будем рыбачить на базе Вот По месту Там глубина А нам нужно Если еще мелкая рыба где-то есть Скорее всего Она может быть там в тростнике Там более тихое такое место Будем бросать под тростничок Две палки То есть кормак И Флет-кормушка Сейчас мы соберем ротпод Может получится его как-то установить в воде Если нет Просто тычки поставим Да будем ловить так Так Сейчас соберем Посмотрим Сравним Средний вес То есть смотрите 25-30 грамм была рыба Так Процесс вылова рыбы Видите Вот его собирают Там собирают подхватами его Вот кот опять идет Уже слопал одну Слопал уже одну Котяра Охотник Ляд сколько ее тут Дофига ее Все кишит в рыбе Спасать Спасать Кот в сапогах должен быть Не получилось Не получилось Да Иди еще раз пробуй Так Это такой вот бредень Здесь есть небо Свого рода Ну сейчас Мужики смотрят Будут затягивать Посмотрим что получится Так Тянут Тянут Идет затяжка основного Бредня Сейчас посмотрим Что в него попадет Ого Карп Зайдись Закипело Вот за этим мы и приехали За таким мы и приехали Красавчиком Будешь подавать воле А я же сам буду вылазить Который камни вылезет ящик Оля Хорошо Хорошо Давай Красавец Давай Давай Выставайтесь с мусором Выше не надо Китарь смотри Держи Потом подымем Там внутри надо выбирать тоже Конечно Ну Оля Куда спрятался Сразу Ё-моё И следующий давайте Этих как раз Калаватери смоем О Один Должен быть Один Ну ладно Мы одному простим Свобода Свобода Способен на мостике Поаккуратнее Вот за это я люблю Ротпот Можно приспособить Его по разному По быстрому Смонтируем Давай батл Кормак Противят У нас сегодня Другие задачи Не так наловить рыбу Специально все Уменьшаю Все насадки Крючки Чтобы именно Клевала рыба Которая Была запущена В начале 2020 года Вот Поэтому Как то так Ребят Сейчас мы все это сделаем Красиво Во Ротпот установили По палкам Классика жанра Весь сезон Флагман Эс Ривер Фидер 3.90 Сезон Отработали идеально Даже с перегрузами Причем конкретными Они с тестом 100 грамм Вот Но Были груза и побольше И выдержали конкретно По катушкам Эс Ривер Фидер 5000 Тоже в идеале Отработали Весь сезон Так что Что палки Что катушки Цена адекватная И качество Так Смотрите Кормачок Маленький И крючочки Вообще Вот мини-мини Вот такие вот Сейчас под катыш Само то что нужно Все Первый есть На второй Флейдик Замутим Волос попробуем Если на волос Не будет Маленький попапчик Там Ну буквально Там Восьмерочку Поставим Как и тут Семерка Восьмерка Катыш Будет примерно Так И по флетке Обычная кормушка Также маленький крючок Вообще Коротенький волосок По прикормкам Тоже Ребят Все Остатки Все С рыбалки С лета Будем добивать Всякие Пупапчики Волосы Короче Все Остатками Будем Пытаться Ловить Есть еще Больше Мне чуть Крючок Ну попробуем Пока С маленького Все Сейчас Замешиваем Прикормку Делаем Забросы Ну а потом Экскурсию Проведу По Ямкам Как обычно Классика Жанра Каждый год Куда уже Рыбка Спряталась Ну в пузырях И уже Нет Включаем Миксер Конечно Лучше Шуруповерта Но у нас Такой Экстренный Выезд Можно сказать Экспериментальный Не так Рыбалка Сегодня Как Замеры Вес И все Остальное Давай Ой блин Сразу Зеленью Запах Блин Запах Такой Прикольный Интересный Прям Значит Тут Кук И Катыши Гороховый Тоже Остатки Сейчас Забрасываем Сейчас Попробуем С ванильных Катыш Мелкий Семерка Укрупняться Смысла Нет Заброс Что Попадаем Есть Первый Есть Так Есть Есть Угу Сейчас Попап Восьмерочка Шиво мне почему-то больше нравится Так Вот Наш монтаж Как где у нас спецформа Спецформа Есть На месте Все Тихонько Все Увлажнили Пеконку Да вода не скажу Прям ледяная Ну прохладная Конечно Потом посмотрим Какая температура Зашел Затишек Не так ветер дует Короче были такие Эксклюзивы Ну это года два назад Ну когда мы тестовые рыбалки начинали Приезжает толпа Порядочные Все Приобретают билет На рыбалку Угу Напиваются В хлам Короче Ну никто рыбу вообще не ловит Потом готовые Приходят Вы знаете У нас У вас эта рыба не клюет Рыба тьмища У вас рыба не клюет Хотя практически никто Никак забросились Изначально Ни одного перезаброса не было Пьяные в хлам Ну такие люди Обычно попадают В черный список Потом проходит время Ну мужик вам на рыбалку Опять порядочные Трезвые Хорошие Супермены Бывшие наши Но на рыбалку Случайно они не попадают Вот так вот Да есть и такие моменты Моментов масса Рыбаки интересные Вообще сами по себе Есть вообще рыбаки Приезжают Дубасят 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 Наловили хорошо Смотрю достали садок Вуф Всю рыбу высыпали Уехали Тоже есть такие Домой вообще ни одну рыбу не берут Есть голодные Лежит в садке Там карп на 2 килограмма На 3 килограмма Но при этом ладошечные Отдельно у него в пакете Где-то спрятаны Для чего Непонятно Насмотрелся за это время Просто капец Вот сразу людей видно Вот даже по рыбалке Можно определить Какой человек по своей натуре Вот Поэтому как-то так Ладно ребят Будем ждать поклевку Забросился Сейчас может рыба подойдет А может и нет О блин Ай запах Все Сейчас вся рыба наша будет Так кукуруза шикардос Вообще Давай пробовать Может хоть на поплавок Будет клевать Та уже в сезон Видишь уже все Рыба и выходов нет По вечерам Тоже она плескалась Везде Вот так вот А сейчас все Спать хочет В комментариях просили Еще на поплавок На поплавок Многие поплавок же любят Очень Люди Ну как ты Шо удочку Еще весной делал Ха Филеры переделаны Под поплавок Сейчас тоже кукурузинку Оденем Так Сейчас попробуем Вроде поплавок нормально Прям крючок Не подходят Ты тест проводишь Сразу по вкусу Вкусная Вкусная На зверя сразу Заброс сделал Я понял Я сейчас На кого не буй Лишь бы клюнул Называется Ого 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 Кто кто Кормачок ребят Кормачок Кормачок Эх блин холостая Ну ладно Ну на кормачок Что-то дюбнуло Прямо Крючки Маленькие Блин Ну ладно Посмотрим Поплавочки Стоят Подождик Надо по феншую Все сделать По феншую Надо сделать Ну конечно А как же Ну конечно Он же должен подойти Ого Ого Есть рыбка Ага Только забросил Прикинь Оно Фидер Вообще В идеале Идиот Будет Скоро взвешивание Он забарился Походу Он забарился Слушай Он забарился Ну Подрос паренек Подрос конечно Ну вот Вот такая уже Рыбка Но это я считаю Еще маленький Должен побольше Быть Ладно Будем сейчас Собирать их В садок А потом Будем смотреть Сейчас В садок Кинем В воду Во Глубина Хоть хорошая Все Так Ну хоть За хвост И то хорошо Ну то вообще Малыш Не знаю Сколько играл Ну все Потом Контрольно Звешивание Все потом Так Ну уже Две поклевки На кормачок Есть Пока На флет Не одной А за хвост Тянешь Такой еще там Рыбина Такая висит Он же стартует Сперед Надо переставить Ротпот Смотри Можно его сюда Поставить Не бегать А бросать Просто туда Прямо И все Да Ну зачем Мне бегать туда Можно поставить Тут и кидать Прямо В принципе За нафига Я вообще Туда поставил Поклевка Поклевка Коряжки Была Так Ладно Попробуем Для эксперимента Пойдем В малявни Кинем Сейчас Кукуруза В глубину Поменьше Попробуем Сюда Там мы сейчас Да Подкормим Сейчас Подкормим Посмотрим Круг Это кормушка Туда сдвигалась На середину О Так Ну тут Будем перекрывать Мы подачи воды Эта вода Идет У нас В малявник Хотя Вот напор В принципе Неплохой Вот Шут вода Нормальная Вода Вся чистенькая Видите Прозрачная Но злую шутку С нами Может сыграть Один момент В малявнике Вода Упала Прилично Причем Вот И рост Рыбы Мог замедлиться В этом Сезоне Мы то еще Не сильно Пострадали От воды Ну от падения А многие водоемы Просто жесть Вот так вот На кукурузу клюнул Да? А ну давай Слушай Это он подтянулся Ничего себе Глянь Это сазан чистый Глянь Сазан прям Ну вот давай Туда взвешивай Давай Ну видишь На кукурузу Кукурузу одевай Ребят Что подрос Я считаю Я думал Вообще Плачевная Ситуация Потом На взвешивание Сейчас Садочек Сазанчик Видите Какой Я же говорил Красавчик А? Идешь Пока в садочек Ну Нормально Ребят Он был Размером Как его голова Думал Будет хуже Я уверен Что там Пока все В садок Его все Потом переселять В основной Водоем И на не самое Подходящее Время Выбрали Буквально Вот Дни Десять Назад Я в инстаграме Выкладывал Тут на кормочке Сидели И рыбины Здесь Реально Четыреста Пятьсот Грамм Двадцати Пятиграммового На Сука Тут грамм Триста По-любому Есть Даже Больше Ну Триста Пятьдесят Наверное Где-то Так Ну ладно Че Отправляем Домой Тест Пройден Эксперимент Пройден Да Правильно Правильно Давай Друг Молодцы Растухра Есть еще Больше Я Шуточка Постунулась А ну Смотри Аж Дернулась Есть Такое Можно меньше Ну вот этот Вообще Дуплетом Прицепился Да С подлещиком Да Е-мое Подлещики Меча Одолели А подлещик Капокоцанная Щуки Был отлично Ложек Ботину Куда Капанул Да Вчера Мне только Почему-то Подлещики Клевали Они Уже В кусты Сразу Прячется Ну они Стандартные У них Размер Почти Одинаковый У всех Да Этот Крупнее Чем Тот Этот Вообще Зачетный Этот Вообще Лё Сними Дай мне Телефон В руке Блин Я не могу Снять Тихо 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 Да Да Видишь Ну Такая Хренатень Каждый день Нормально В следующем году Будет классно Да Килограммовый Бус Да Килограммчик По-любому Если кто-то не подписан Ребят В инсту Подписывайтесь Ссылки Также найдете В описании К видео Посиди Может Хоть Три Четыре Пять Штук Поймаем Вина Уже Осталось Вообще Им Нашняга Крупняк Весь Ушел Елочки Прижились И Это Хорошо Все Осень Заходит Полным Ходом Все Выгорело Еще Тростник Создает Эффект Зеленого По факту Уже Все Покрашено Буквально Все Вот так Вот Хорошо Хоть тут Выкошено Все было Еще осталось Поубирать Чуть-чуть После лета Кое-где Остатки Поставались Мусором То пакет Бутылка Под деревом Лежит Будем Убирать Баки Все Баки Уже Больше Тут Не нужны Под мусор Но Вы знаете Спасают Спасают Реально Потому что Не так Мусором Вот видите Плотина Чистейшая Реально У Ни бумажек Ничего Нет А вода Уже Прозрак Капец Холодная Водичка Уже Все Он Был Такая Немножко Мутноватая А сейчас Он Кристально Чистая Практически Такую Пачки Веревку Привязали Вылазить Плохо По плитам Сюда Стоит Веревка Все Эту Бочку Уберем Но В целом Все Мы Как бы К зиме Готовы Единственный Момент Осталось Переселить Рыбу На Это Самый В основной Водоем Смолявника А в целом Нормально Просто Уже Мелкая Рыба Перестает Клевать Уже Наверное Все Сейчас Можно Половить Рыбу Чисто Мне кажется Только На реках И то Белещ Рыбчик Сейчас Идет Но В целом Может Еще Рыжики Проскакивают А у нас Все Клев Закончился Прекратился Клюнул Клюнул рыб В кусты Пошел Сазанчик Не путай Ты Нам Вот Хорошенький По Более Чем Тот Карпик В копилку На взвешивание На взвешивание Браток И то Это я считаю Маленький Я же не знаю Мы вот снимали Видео Просто Жаль что Она была На основной Канал Залий Снимали мы По Ловле Карпа На Кормаки Довольно Таки Парни Залетали Именно Серьезно Там Вот Наверное Из Десятка Один Вот Такой Супер Сигнализатор Поклевки Знаешь Как Называется Сингер Спорта Ух ты Запах Какой Необычный Ну Понюхай Прикольно Вообще Кайф Да Не Не Необычно Оба Надо Попробуем Что Это Да Так Я не знаю Что это Зазать Активный Микс Блин Запах Офигеть Слушай Одна Рыбалка Продолжается Супер Поклевка Звук Колоколов Это Все Народная Снасть Витал Натяжечка Вообще Бомбезная И Лучше Чем Пищалки Да 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 Кто Ж У нас Тут Пожаловал Лещ А вот Он и Лещ Или Как Улечь На Реке Таков Фиг Поймаешь Леща Красавчик Ну Так Я Стечу Удачу Я Эту Состояние Крути Пока Оно Сейчас Пока Ничего не Делает Оба Зеркалка Ля Растет Ты представляешь Как он растет А Зимой Мы пусть В декабре Запускали Он был Вот такой Вот Смотри Как он уже Стал Не взяли Антисептик Или есть А не Не взял Ну ладно Да Краса Только Оба Давай Ох ты Тихо Тихо Сейчас Мы Без Монтажа Красавчик Я Какой Карпир Клубничку Захотел Красавчик Ух ты Хороший Карпушка Так Вот так Гляньте Ребят Какой Красавчик Вообще Шикарненький Ламбус И Кукурмска У нас Тут Конкретный Движ Пошел Вот Такие Вот Красавчики Сейчас Будем Отпускать Четко Е-мое Рядом Рядом Клюнуло Тоже Рядом Поклевка Вытягивайте Кармак Ну тут Мелкий Клюн Вообще Подтяни Его Видишь О Карпик 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 Ну видно Был Был Тихо Ветер да хорошенький черный какой-то шахтер блин темный какой рыба вымахала хорошо с мизинца превратиться в такую рыбку это общий зачет все заряжай анима о тыс тестовая рыбалочка ох и коркок зеркальный растет красавица тестовая рыбалка удалось тихо тихо чуть скорость поменьше хорошая карта глянь были мне вообще нравится как за лето рыба выросла капец я вообще зачет зачет не то слово красавчик кто это опять лечь или карт а он двумя крючками то о чем я говорил на кормаки здесь ловить сейчас нельзя потому что вот эти карпухи которые были по 30 грамм стали вот такими парнями уже и это радует эксперимент удался все рыбки отключены домой будем заканчивать у такой вот видосик у нас получился вложит в не придумывать велосипед все отлично насчет а я не один в один размер ты видал даже не вы на тел на кукурузу до долбит среду вакада взвешивать не будем он такой же как тут да ну может 10 20 грамм разницы японских рыбалку кидай все мне не такой же классно в аквариуме ловить ну чё малявники сазанчики прям набрали какие-то тучи заходит погода ужасная ребят у нас четвертый месяц уже нет дождя это раз потом дождя ладно пыльные бури то есть вообще ужасная погода безумно такого никогда не было чтобы пыль стояла вечером фарами светишь все серо как туман разозлилась природа на нас у разозлилась еще у нас есть о пикает что-то там еще спиннинг пират кричит поклевка волос убрал с крючка вот отдел катыш попробуем как на него рыбка поведется туговато буквально недели две назад я приезжал вот так корма кидаешь сразу мгновенная натяжка идет вода кстати уровень все равно подупал в плане чего у нас вода была по самые края ну сантиметров 10 это не критично ребята вообще не критично доклад сейчас подключимся и посмотрим куда рыбка вся мигрировала так картинку как всегда выведу на экран погнали где же ты рыбка где с гузырей игру он сразу уходит так поехали три с половиной метра и 60 от центра в 310 290 все как видите рыбки нет а тогда стаи тут тупо стаи стояли если даже будет попадать скайсю хищник а я вам потом покажу куда рыба ушла это все проводки делаю вообще ни о чем все рыба ушла сейчас даже если есть рыба на где-то стоит сто процентов под камышом не самое лучшее время для эксперимента выбрали мы но на задачи другие чуть-чуть с вами они у нас заключается в том что необходимо именно замер сделать рыба они на дубасе думаю сипа карфишингу посидеть можно что-то попытаться найти так давайте туда бросим тут хорошо ветра особо нет об поехали оба отлично отличный заброс отличный заброс 434 44 с половиной 48 480 талил очка видите какая все с гузыря рыба ушла скорее всего может щука нибудь стоять под камышом и принципе все а кто-то там был 82 рыбки прошло да все и тишина так а теперь пойдемте я вам покажу где на самом деле находится рыба вся на центре но там в тот гузырь не пойдем будет там будет та же картинка сделаем заброс все в узыре рыбы нет не она уже виноват центр жопа этом и клюну держи телефон сейчас мы найдем ее вот там кстати любимое место и все цвета сейчас вяжется вот и размытость внизу она все на яму сходится все все вот это ее место это я вижу она в куче сбивается ну да там вообще слонята есть конкретные да ё-моё нифига себе а кто это угу она тут рядом стоят ничего себе вот зимустика крутится смотри вот еще одна рыба сазанчик так и тут сегодня уберем бочки в общем все подготовимся к наступлению зимушки ну блин чуть не знаю как вы думаете как вы считаете зима будет в этом году ли нет потому что я не пойму лето слишком какое-то было не такое как обычно кстати вот это вот крысы выгрызали хода вот эти знаете целый берега отошли островки и ума и сейчас еще минут десять подождем поклевок нет будем короче тарить то что есть но это на минималках это как раз вот самый маленький малек потому что крупные два силе буквально две недели назад именно 500 грамм максималку мы взвешивали который попадался это 620 грамм был так ладно взвесим эти минималки принципе на сегодня все достаточно рыбка уже все в отпуску почти достанем саду все протарим весы и взял прошлую серию хотел вратариться ну вот они все малыши конкретно так создал смолявника сейчас пойдет первый значит сазанчик смолявника сейчас обнуляемся есть так 180 грамм но это мы потом посмотрим когда будем спускать сравни может есть больше так был он 25 грамм вот этот а некоторые еще меньше были там с ноготок но кто серии смотрел зимой помню когда мы уже весной вернее ранее засыпали в малявник именно такой маленький 180 грамм слабенько набрала этот так все сазанчик отправляем и вы на большую воду теперь берем с основного водоемчика так обнуляемся все нули поехали 285 грамм и так 285 этот вот еще есть зеркалка где-то 250 грамм то есть ну набрали они в весе на это минималки максималки мы взвешивали 400 500 600 грамм то есть самые маленькие вот набрали такой вес больше 200 грамм это принципе нормально то есть из этих высыпем так все остальных также отпускаем мы поймали сегодня все плыви да кстати хотел еще один момент уточнить мы в данный водоем зарыбляли тупо только зеркалку весной сазану мы не зарыбляли сюда то есть малявник зарыбляли кидали сюда мы не закидывали мы закидывали прошлые года именно дикого сазана с реки так вот чем хочу сказать вот эти вот товарищи вот сазанчики которые маленькие будет а 150 грамм нем я уверен что эта рыба уже от нерестилась в этом году то есть местная рыба дикий сазан от нерестился и дал потомство потому что в этом году очень много попадалось на удочку сазана сазан завозился последний раз в прошлом году я завозил весной с реки с дона я завозил сазана этих рыжиков эти товарищи от нерестились и дали хорошее потомство что сазана было в этом году нормальной крупного и поменьше то есть нормальные самые первые сазаны дикие были завезены с дона это четыре года назад уже такие полторушки ну посмотрите первой серии кому интересно изначально вы все поймете увидите так значит в целом что следующая серия у нас будет о том как мы будем спускать малявники скорее всего может быть еще зарыбимся возможно не факт потому что очень массой так рыбы не знаю в этом году стоит его рыбить не стоит я вам показал нарезку что какая рыба по большому счету выросла то есть до полу килограмма рост отличный в следующем году эта рыба будет примерно ну то есть минимум на минималках после нереста где-то будет килограмм вот так вот ну это там у грамм 500 то есть нормально в целом все погодка принципе наладилась немножко сегодня тут точит то ветер был ну такой все переменчиво вот по рыбалкам не знаю желание по счету особо ездить некуда с этими всякими вирусами все остальное честно вам хочу сказать будем снимать то что есть а в основном наверно прогноз такой по каналу что по аренде еще конечно серии пару выйдет осенью вот а что касается по контенту на рабу ли более будет полезный контент то есть это по прикормкам по насадкам то есть приготовлением домашних условиях тем более еще зима впереди вас время будет будем делать все полезно для рыбалки так что как-то ребят вот так вот ставим пальцы вверх не забываем по подписываться на instagram все ссылки в описании я все оставлю так что всего хорошего до новых встреч на канале всем пока